Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вытворчая линия могутностью 8 млн кв. метров в год дозволит предприемству полностью забеспечить потребности рынку Беларуси значно скоротить долю импортного шкла. У первой месяце на внутренний рынок будет реализовываться около 60% объема вытворчасти. Остатнюю частку новой продукции плануется поставлять на экспорт. Украины – Заходняя Европа, Россию – Украину. Открытое акционерное товариство «Гомель Абл Аутатранс» обновляет «Аутопарк». Все лето закуплено 11 новых автобусов и до 2017-го з'явится еще 6. Головное достигнение этого предприемства сегодня значили на урочистом мероприемстве, присвеченном Дню автомобилиста и дорожника. На им побывали и наши корреспонденты. Свято собрало разом працевников «Гомель Абл Аутатранса» у сих поколений. Лепшие специалисты, працевные дынасты и ветераны тут – головные гости. Повиншевать их с Днем автомобилиста и дорожника проехали працевники органов УЛАДА и предприемства «Партнерл». От себя лично, от руководства УЛАО «Гомель Абл Аутатранс» хотел бы поздравить сегодня наших работников, всех автомобилистов, которые сегодня приехали на торжественные мероприятия и которые не смогли приехать по причине того, что они должны сегодня выполнять ту работу, которую они выполняют каждый день. Сегодня мы собрались для того, чтобы ответить самых ответственных своих работников, создать людям праздник для того, чтобы они сегодня почувствовали себя не только на работе, а почувствовали себя в центре внимания. История «Гомель Абл Аутатранса» наличвая больше за 70 годов. За этот час предприемство не одно еще меняло свою назву и проходило реорганизацию. Все не оно заявляется головным в регионе, у справе ожицевления пассажирских и грузовых перевозок у темлику международных. У структуры 15 филиалов, а в штате – амальчатыры с половой тысячи человек, три тысячи из их водителей. Они обслуговывают больше за 700 пассажирских маршрутов и за год поспевают проехать 200 миллионов километров. Лепшим з них на урашистом мероприемстве урушили гоноровые грамоты Министерства транспорта и коммуникации Гомельского Абл Аканкама и областного совета депутатов, а так само серебранные и золотые значки предприемства. Усяго больше 100 узнагород. Дарыша высокую оценку их работе дают не только органы Улады и керавнисты «Гомель Абл Аутатранса», а ле и специалисты Держаута инспекции. Коллектив «Гомель Абл Аутатранса» – это дружный коллектив, который сплоченный, и ту работу, которую делает этот дружный коллектив, он делает ее качественно и безопасно. От сотрудников государственной автомобильной инспекции «Гомельщины» мы все поздравляем коллектив «Гомель Абл Аутатранса» с наступающим праздником, днем автомобилиста и дорожником. Под час урочистой церемонии представники международного зорного каталога передали предприемству сертификат об тем, что одна зорок у Сузорьи близнят, теперь носит имя «Гомель Абл Аутатранс». Ганна Ковалева, Евген Паблавец, Игорь Марышенко, телерадокомпания «Гомель». Суботние телефонные линии мясовых органов Улады протягивают свою работу. Завтра же хары региона смогут звернуться с питаниями до намесника старшины гомельского Абл Виканкаму Владимира Александровича Привалова. Звонки прымаются по номеру телефона у «Гомелии» 75 12 37 с 9-ти гадзин ранницы и до 12-ти. У гэты счастны пытайни гомельчан откажен намесник старшыни Гарвы Канкама Виталь Геннадьевич Атаманчук. Нумер телефона 75 19 54. У Беларуси у першыню с 1992 года колькасть народжаных перевысила колькасть померлых. По выніках 9 месяцев года значен натуральный прирост насельництва и кисклау 518 человек. Як поведомили у Национальным статистичным комитеті, селета Украине народілася 89 434 дзятяті. Узровень народжальності зараз являються адным самых высоких у Європі. При гэтым больш як палова новонароджаных, друге і наступные дзяті в своїх сім'ях. Лідерами по натуральнім прирості насельництва з'являються Мінск і Брэзская в область, а на Гомельщені натуральнае змяншэння насельництва склала 9 чалавек. При гэтым у Гомельскім районі азначаны натуральны прирост сельськага насельництва. С першага листапада ў Беларусі павысяцца памеры дапамог на дяттей ва узрості до трох гадоў. Яны павялічыцца ў сярэднім на 3-4 процэнты. Усе падрабязнасті ў чарговай экономічный давеццы. Так само ў выпуску хутка завершыцца термін прийому падатку на соціяльнае утрыманства. Нахадаем, да 15 галістапада ёго павіны заплатіць тыя, хто лэтаць не працаваў ў Вогуля альбо менш як 183 дні. А крэмя таго глядачоў чыкая аналіз цен на садавіну і ахародніну на гомельскіх рынках. Глядзіцца праграму заутра ў 20 гадзін 45 хвілін на телеканалі Беларусь 4 Гомель. Да іншых тем. 30-гадовы гамельчанін вырошчваў каноплі. Пачас вобыску ў кватэры мушчыны супрацоннікі міліцыі знайшлі больш за паў кілограма высушанай марыхуаны. Зазірнули апіратывнікі і ў гараж свайка маладога чалавека. Там яны выявілі сховіща наркаутрымліваючай росліны. Мушчына вырошчваў марыхуану ў вазонах, пасля высушваў і фасаваў ў слойкі. На кожным ён пазначаў гатунак. Небязпечную продукцію накіравалі на експіртызу. Узбуджана крымінальная справа. 30-гадовага безпрацонага росліна вода затрымалі. Яму пагражаў да 8-гадов пазбавлення волі. Бляжайшыі выходны ў Гомельскай в області будуть дажлівымі. А падкі ў тымліку і мокрый снег прогнозуюцца на большай частці тэрыторіі. Не добавіць комфорту і ветер. Завтра ёго худкаць будзе дасягаць 12 метрів за секунду. Макчымы парывы да 20. Температура паветра ближайшай ночу не піравысіць 5 градусаў са знаком «плюс». У дзень будзе да 8. У нядзелю ветер крыху стішыцца, аднак пахаладая. У ночі прагнозуюцца да 4 градусаў тепла, у дзень – да 6. Раніццай і у ночі трэба быць уважливымі. Макчыма галалёдзіцца. Пратягваем выпуск. 30-га кастрычнікаў школьнікаў распачнуться восінські канікулы, як іх зробіць не толькі карыцными, але і бяспечными. Сваімі планамі сёння пачас прэс-конферэнцій падяліліся працтаўнікі адказных служб. Менавітаў пірэц школьніх канікулаў рэгіструюцца большая колькаць правапарушэніў і травм ў непаўналетніх. Каб зубяспечыць пастаянны догляд дарослых, пачас канікулаў на Гомельшчыне будз працаваць амаль 340 лагіраў. У іх будз адзенічаны больш як 8 тысіць школьнікаў. Асабліва ўвага децім са шмадзетных і малазабэспечэных сем'яў, а таксамы непаўналетнім, які знаходзецца на улікуў міліцыі. У кожны школі організуюць факультатывы, аб'яднанні па інтарысах і гульнявые пляцовкі. Сирот новых праектаў вялікі музеў для допытливых сяброў. Школьнікам прапануть ў гульнявой форме знайоміцца з істореў палацава паркавага ансамбля. На базі обласного центра туризма і краязнауства будзе створаны туристычны лагер, які пропануе заняткі пашмадборје і скалалажанні. Больша надежда мы возлагаем на новый проект, который реализовывается вместе с региональным центром тестирования і профессиональной ориентациў молодёжи. Это проект, который охватывает і организовываем мы работу профориентационных лагерей. Во время работы лагеря, на этих каникулах, это будет 9 дней, ребята имеют возможность прикоснуться к различным профессиям. Профориентационные лагеря у нас будут работать на базі семи центров докобразования і на базі 23 школ. На наступным тэдні будзе організованы сустрэчы с ознакамітымі спортсменамі. Школьнікі отрымаюць таксама макчымасця знайоміцца з дзейнастю сродкаў масава інформація. Так, на 4-го листапада запланована екскурсія у телерадою кампанію Гоміль. З миласырнастю да дзятей. Гомільз візітам наведалі працтаўнікі британскай добрачынной організація «Патрымка дзетям Беларусі» Барбара і Дэвид Кокс. Их сустрэкалі ў Гомільзским харацкім храмацкім аб'яднанні дзятячы дэябет. Супрацонніства за англіскімі партнерамі должыцца каля 20 гадоў. Долга терміновая праекты прадуглэджываюць ўсіпакову дапамогу дзетям, падлеткам і маладым людзям, які вымушыны сачыць за узройнім цукру ў крыві. Прысадзеннічыні сяброў з Британіі набываюцца сродкі самакантролю, медпрэпараты і вітаміны. Організуюцца здравлэнні за мяжой. Грамацкай аб'яднанні дзятячы дэябет дапамагае больш чым сімістам дзетям і падлеткам. Амальпалова зіх выховываецца ў непоўных сім'ях. Пачас сустрэчы координаторам праекта ў Барбары і Дэвиду Кокс уручаны падячныя листы адгомірскага гарвы Канкама. Таксама адбыласі перадача падячна га листа адгомірскай грацкой громадской організацій дзятячы дэябет британскаму монарху коралеве Єлизавете Другой. Дзяті в течені 20 лет оздаравливаюцца Велікобрітані і не тільки оздаравливаюцца, но проходят і лічення. Барбара і Дэвид допомагаюць нам приобретений средств самоконтроля. Це дуже важливо. Средства самоконтроля, якщо говорити, це життя наших дітей. Кроме того, Барбара і Дэвид собирають самі лично гуманітарні конвої для нашої організації. І вот пришла дуже така хороша і радостна новаці. Королева Великобритані Єлизавета II в ноябре в цьому году пригласила Букингемський дворец Барбару і Дэвида. Буде вручена медаль за многолетнюю плодотворну роботу, за гуманітарні программи, за благотворительність, за допомогу детям Белоруссії. Ви видите тільки нас, Дэвидам, але коли ми приїжджаємо дому, нас гораздо більше. Нам много в чому помогають друзі, вони задействованы в проектах. І всі ми волонтёры і помогаємо белорусським детям по доброй волі. Першому і самому знакамітому у нашій країні клубу інтелектуальних гульня у Белая Рысь сьогодні спойнилася 25 гадоу. 28-го кастричніка 91-го года у обласным драматичным театрі пройшла гульня, яка і стала стартом створенню клуба. Спачатку клуба об'єдновувався гоп'ять команд. За мінулий час їх колькасть шмат варазова повялічувалася. Белая Рысь уладальнік премії спеціального фонду президента Беларусі. У гэтым годзе клуб признаны клубом 20-ти годзе по версії Беларуская лігія інтелектуальних команд. Перший чемпіонат Європы по інтелектуальних гульнях так само выорганізованы Белай Рысю. У 2007-м годзе і отримав титул турнір года. Тогда ребятки еще так такими наивными глазками хлопали в зал хлопали в камеру им это было все внове. Ну а сейчас это уже тертые волки которые побеждали и на московском брейн-ринге и на белорусском брейн-ринге которые светились и в Москве в что где когда а уж в белорусском что где когда наших выпускников немерено не сеяно. Ну и по сути с этого начались наши супер большие турниры. Только наш клуб проводит в Гомеле и в стране и в мире пять больших турниров. Я уже занимаюсь почти четвертый год и привела меня мама. Нашла много новых друзей. Клуб научил меня думать помогать друг другу выручать. Починаючи гомельский аутар Сергей Прывалов стал переможцем фестивалю национальных культур «Бераги дружбы». Все лето выники международного литературного проекта подводили у российским Таганрозе по дробязности у Ганны Ковалевой. Международному проекту «Бераги дружбы» пять годов. Яго сутнастью тым, что беларусские аутары перекладают на свою мову творы российских литераторов. Тяжу свою чаргу перекладают беларуско-молные тексты. На сегодня до проекта долышилась и Украина. От Беларуси удельничают аутары с Гомеля, Минска, готовы долучиться и Брест. Все лето у першиню до «Берагов дружбы» запросили починающих литератору. Творчая пераклада я настворали целый год. У выняку выдадены четыре обменные книги. После чего беларуский бок запросили на фестиваль национальных культур у Таганрог, где были подведены выники проекта за прошлый год. Вырошено было собрать всю эту творчую молодь, яка на далекности полторы тысячи километров и более працавала разом. Можа, дякуючи интернету, можа, дякуючи телефонным звонкам и так далее. И провести фестиваль, когда они увидели один-одного, отчули, что ж они писали по сутности. Те правильно они разумели один-одного. Однажды уже маститы литераторы, члены Союза письменников трех краин Беларуси, России и Украины вызначили на фестивале лепших молодых авторов. Гомель представляли шесть человек и все они вернулись за знагородами у тем лику с дипломом первой ступени, яку отримался архив привалов. Ожидалось, что я займу? Нет. Для меня, то, что я уже попал в Таганрог, окунулся в море в октябре в Беларусь, это уже было здорово, круто. То, что первое место, ну, это хороший бонус, вот такое, очень приятное достижение, которым горжусь, нет, но очень рад. Дякуючи российскому боку были знайдены спонсорские сродки и выдадены 48 авторских книг молодых литератору. Для многих из них это и выдание стали дебютными и уже сегодня их можно знайсти во всех буйных библиятах Гомеля. Ганна Ковалева, Валерия Гапанько, телерадо, компания Гомель. Гэтая, а так сама иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершенный у студии працевала Наталья Игнатенко. Мы сочим с разведцем падею Гомеля в области. Заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова